Здравствуйте, 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 уважаемые дамы и господа. Прошу извинения за маленькие технические палатки. Сегодня, по моим подсчетам, 17 занятие нашего курса. И мы продолжаем Мишну Проход, пятую главу. Если я правильно помню, мы остановились где-то в районе второго параграфа. Давайте посмотрим. Про Авдолу мы еще не говорили, да? Маскилин Гвурот Гшамим это мы разбирали. Вешолин Гшамим тоже разбирали. А вот насчет Авдолы мы не говорили. Я не ошибаюсь? Нет. Вроде бы так, да? Понятно. Ну, давайте вот, вот, нет, что-то даже не выделяется. Вот. Видно, мои выделения? Я не включил, наверное. Так, для начала. Сделай шеринг. Вот так. Демонстрация экрана. Шер. Выйдите, товарищ, на демонстрацию. Вот. Так, 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 так. Видно? Ну, сейчас, через секунду. Хорошо. Да, видно. Вот. Выделение видно? Вя Авдолла бехонанадар. Да, да. Все, что тебе видно и нам видно. Прелестно. Значит, продолжается эта мысль. То, что мы называем Авдолла, имеется в виду не ритуал, когда зажигают специальную витую свечу, не говорят благословение на свет, на вино, но на, собственно, Авдоллу, на отделение святого от будничного, а дополнение к молитве Амеда, которое, по сути, и является провозглашением, демонстрацией того, что суббота закончена. Еще раз напомню вам, что не имеет права человек заканчивать субботу раньше времени, но имеет право заканчивать ее позже. По времени окончания субботы в данном месте, в соответствии с обычаем этого человека, как правило, имеется в виду так называемое время трех звезд. Время, когда на горизонте одновременно человек может увидеть три звезды средней величины. Но не всегда это удобно, потому что человек должен выйти на улицу в окно, не очень хорошо видно, иногда небо бывает затянуто тучами. И проще всего ориентироваться на заранее выясненное время для данной местности. Я вам указывал как-то замечательную программу. По истечении этого времени в этот момент или позже человек имеет право сказать вот эту авдалу и закончить субботу. Значит, аллахический вопрос. Может ли он помолиться чуть раньше и сказать эту авдалу, но еще не делать то, что называется мелаха, это действие, запрещенное в субботу, до момента наступления этого времени? Многие считают, что да, это возможно. Итак, авдаллах, вот это добавление, бе хонен хадаат. Хонен хадаат – это благословение номер, насколько я помню, четыре. Ну, давайте посмотрим, что нам дает перевод. Так, нам нужна глава, 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 так, напомните мне, как называется у нас глава? Пятая, если я не ошибаюсь, да? Да, пятая. Пятая глава, и мешна, значит, получается вторая. Да, тормозит мой компьютер по-прежнему. Так, замечательная вторая. Да, дарующий разум, благословение, авдаллах, так, 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 да, хорошо. Угу, авдаллах, так. Почему именно там смысл благословения, дарующий разум? Разум нужен для, прежде всего, с какой целью Всевышнего, дарующий подвигу разум? Это не самоцель. Это, конечно, отличие человека от всех других творений, позволяющее нам видеть, что именно человек является венцом творения, ради человека Всевышний создал весь этот мир. Но, тем не менее, разум является средством. Средством, с помощью которого человек реализует свое предназначение. Предназначение же заключается в том, чтобы выбрать добро, чтобы избрать путь исполнения божественной воли. Так? Для этого нужен разум. Соответственно, разум позволяет человеку разделить, отличить, отличить день от ночи, тьму от света. Ну, в частности, и... Что? Отличить. Разделить между... Так. Я слышал какие-то звуки, но... Нет, все нормально, все нормально. Понятно. Угу. Так. Талмуд говорит... Сейчас я сдвину картинку. Талмуд, в данном случае Ярушалме, я вам объяснял, что это такое. Почему ключи на обдаловое благословение дающий и дарующий разум? Потому что, если нет разума, откуда способность различать? Теперь. Мнение Раби Акива. Давайте посмотрим. Раби Акива. Омер. Омра. То есть, говорит ее. Вот эта буква «гей» с точкой в конце. Это местоименный суффикс, который показывает на нее. Говорят ее. Не просто говорят, а говорят ее. Браха рвиит. В четвертом благословении. Бифней Ацма. То есть, четвертым благословением. Бифней Ацма. Тогда то благословение, которое было у нас под номером 4, становится пятым. И так далее. Это мнение Раби Акива, но Аллаха не такова. И Раби Элейзер Омен Бе Года А. Что говорит Раби Элейзер? В благодарении. В благодарении. Модим Анахну Лах. Так, перед словами, как считает Раби Элейзер. И за все это добудет благословенное имя твое. Что такое, как мы реально поступаем? Аллаха соответствует мнению Тана Кама. Первому из этих трех мнений. Безымянного Таная Авдулла дополняется к благословению, дарующий разум. Так мы, собственно, и делаем. Так. Вопрос на Аллаху. В Моцей Шаббат, то есть по окончанию субботы, молятся евреи и забыл вставить вот эти слова Авдуллы. Что он делает? Неужели для него суббота не закончена? Теперь до окончания следующей субботы, то есть целую неделю, он будет находиться в шаббате. Он не сможет пожарить себе яичницу, включить настольную лампу, а тем более пойти на работу. Ответ, конечно же, не так. Он может сделать Авдалу, но перед этим, поскольку Авдалла включает в себя то, что называется Мелаха, он должен сказать Барух Амавдиль Бейн Кодыш Лыхоль. Благословен разделивший, Амавдиль, тот же корень, что в слове Авдалла, Бейн между Кодыш, святым, Лехоль. Холь в данном случае это будничное. То же самое касается случая, когда человек вынужден сделать Авдаллу в тот момент, когда по расписанию закончился шаббат, и не может пожертвовать, скажем, тремя минутами, чтобы прочитать молитву, ну, скажем, опаздывает на самолет, это критично, да? И то же самое относится к женщинам. Женщины есть? Есть среди нас. Только что видел. Вот почему, почему женщинам такое послабление? В тот момент, когда суббота кончается, расписание, женщина может сказать Барух Амавдиль Бейн Кодыш Лыхоль и совершать Мелаху. Потому что женщина ждет главу семьи из синагоди, а он там еще помолится, а может быть и поговорит с друзьями, а может быть и сделает Авдаллу вместе со всеми, или послушает, будет принимать участие в общей церемонии Авдаллы, а может быть еще Талмуд поучит, да? Куда ему, зачем ему спешить домой, да? А когда он придет домой, он уже ожидает, что дом приведет в порядок. Пока суббота не закончилась, нельзя, например, убирать посуду с обеденного стола, потому что это будет приготовлением с субботы к будням, а так делать не следует. Поэтому женщина сразу говорит Барух Амавдиль Бейн Кодыш Лыхоль и может совершать Мелаха, то есть действие, которое в субботу она делать не могла. Вот мы с вами разобрали параграф второй из пятой главы. Так, я открываю следующий параграф, и давайте почитаем. Аомер, тот, кто говорит. Аль Кан Ципор, Ягию Рахамеха. Сейчас мы переведем и увидим, что здесь рассматриваются три случая. Тот, кто говорит в молитве, имеется в виду не молящийся для себя, а ведущий молитвы. Ну, мы уже закончили тему субботы, да? Тот, кто идет молитву, Хазан, повторяет весь текст молитвы Амида, слух, и на каждое благословение в конце все присутствующие отвечают ему Амейн, об этом мы еще с вами поговорим. Третья Мишна. Здесь разбирается повторение молитвы Канторам, Хазанам, Шацам, то есть Алиих Цибур. И вот к этой молитве он добавляет такие слова. Аль Кан Ципор, Ягию Рахамеха. Слово Кан означает гнездо. Ципор, как вы сами знаете, это Афейгелы, птичка. Ягию. Достигают, добираются, доходят, доходят во множественном числе. Рахамеха. Рахманут, милосердие. Рахамеха, милости твои. Так? Вот он добавляет эти слова к молитве. Вообще текст зафиксирован. В разных седурах текст может немного различаться. Мы говорили с вами, упоминали о том, что человек не может придумывать тексты, даже комбинируя текст из разных седуров. Половину молитвы взял отсюда, половину отсюда. Как делать? Не следует, потому что считается, что каждый из седуров выверен. Так? И то, чего нет в одном, но есть в другом, значит, в первом это находится в другом месте. Так? Тем более человек, соответственно, не может что-то упускать или что-то добавлять свое. Но, тем не менее, в данном случае данная наша Мишна говорит о нескольких таких вот архетипах. О нескольких случаях, да? Мишна говорит, что это запрещено. До гнезда птицы доходит милосердие твое. Альтов йезахер шмеха. За добро, за хорошее будет помнится, будет воспомнено имя твое, что я говорю Всевышнему. Или модим, слово модим, это мы благодарим. Так вот это слово, если человек повторяет два раза, говорит модим, модим, маштикин-отто. Значит, вот корень этого слова, шатак, это значит молчать. Маштикин заставляет его замолчать, то есть затыкают его. Что значит заставляет его замолчать? Сейчас мы с вами увидим. Вот это вот первая часть Мишны, она рассматривает три случая. Первый, второй и третий. Да? В чем тут дело? Чем именно эти слова хуже других? Так, заставляют замолчать. С чем связаны вот эти вот первые слова, кан ципор? Чем оно лучше? Дело в том, что существует особая митсва, заповедь, которая так и называется ашлахат кан. То есть буквально отсылание гнезда, но на самом деле отсылается птица. Стоит рассказать, в чем заключается эта митсва? Да, конечно, стоит. Если человек нашел птицу, имеется в виду кошерную птицу, что значит нашел? Эта птица не находится в его владении. Ну, пример кошерной птицы голубь. Все знают, что голубя разрешается есть. Более того, голубь, в отличие от, например, курицы во времена мишны, приносился жертву в храме. Так вот, если голубь свил гнездо на моем балконе, то он уже мне принадлежит. Да? Ну, есть такой принцип хацеркана. То есть то, что попало мне во двор, считается принадлежащим мне. Если где-нибудь на дороге я нахожу гнездо, в котором сидит птица на яйцах, мне запрещено взять гнездо со всем содержимым. Мне запрещено взять птицу и яйца. Я могу либо взять птицу, но не брать яйца. Так? И птица будет моею, что все я сделаю, мало ли, например, зарежу и съем. Я могу либо взять яйца, допустим, на яичницу, предварительно отослав птицу, то есть спугнув ее с яиц. Так? Более того, вроде бы при определенных условиях, если я забрал яйца, а птица возвращается внизу, тогда я могу взять и ее. Так? Но я не могу взять все вместе сразу. Так? Почему установлена такая-такая заповедь? Ну, может быть, нам, может нам показаться, что это учит человека милосердию. То есть Всевышний проявляет милосердие не только к существенным созданиям, как людей, но и даже птицам. Но нам запрещено самим пытаться понять божественную мудрость. Как твое милосердие коснулось птичьего гнезда и ты постановил, чтобы не брали мать вместе с детьми, так пощади нас и жалься над нами. Ну, неплохие слова, да? Но тем не менее заставляю замолчать этого человека. Не расслышал. Алло, алло, алло. Нет, там помеха. А, понятно, так. Ага, так, так, да, все понятно. Да, я проверил чат. В действительности все заповеди Всевышнего являются непостижимыми земным разумом указами. который царь издает своим рабам. То есть мы можем попытаться что-то объяснить, да, но мы не должны считать свое объяснение исчерпывающим. Так? Так. Сейчас, одну минуточку. Так, 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 так. Проходи. перед ковчегом. Нет, это немножко о другом. Так, далее, такие слова. Ну, давайте посмотрим оригинал. Аль-Тов-Язахер-Шмеха. За добро будет помянуто имя твое. То есть, добро, которое ты Всевышний творишь нам, вот за него будет помянуто имя твое. Почему не следует говорить такие слова? Почему, если человек сказал такое, да, ему не разрешают далее вести молитву? Потому что можно понять эти слова, что за добро Всевышнего надо благодарить, а за зло нет. Ну, казалось бы, это аризонно, да? Зачем же благодарить за плохое, что делает Всевышний с нами? Но мы должны с вами понимать, что все, что делает Всевышний, это к добру. Иногда нам дано это понять, не сразу, со временем, иногда нет. Тем не менее, существует благословение на доброе известие и благословение на дурную новость, да? Что мы говорим, услышав хорошую новость? Благословен Всевышний, аль- га-тоф ве-аль-га-мей-тиф га-тоф пардон, извините, га-тоф ве-га-мей-тиф добрый и делающий добро, так? А что мы говорим, услышав, не дай Бог, плохую новость? Барух даян га-эм-мет так? Благословен судья праведный, то есть мы соглашаемся с правильностью того, что делает Всевышний, но тем не менее, эти благословения разные, да? Мы благословляем Всевышнего, но благословляем по-разному. Одно из мнений, приводимых в Талмуде, чем будущий мир будет отличаться от нынешнего мира, тем, что благословение будет одно. Что означают эти слова? Что в будущем мире все будет настолько ясно, что не будет разницы между тем, как нам сейчас кажется, то, что произошло, это к добру или к злу. Мы в каждом проявлении Всевышнего, в каждом его действий будем видеть, что это к добру. Классический пример. Человек сломал ногу. Это плохо? Плохо. Но в это время началась война. Из-за того, что он не мог воевать, его не забрали в армию. Это хорошо? Это хорошо. Война закончилась успешно, солдаты вернулись с победой, царь их наградил. Это то, что человек сломал ногу, привело к тому, что он не получил награду, которую мог получить. Это плохо? Это плохо. А вот его сосед не сломал ногу, да, пошел на войну, пришел с наградой, пошел в корчму, пропил все эти деньги, свалился куда-то в канаву и замерз до смерти. Видите, добро снова обернулось злом. И так далее. Можно эту цепочку продолжать как угодно. Сколько угодно. Так? Мы не всегда видим, но мы должны всегда знать, что все, что делает Всевышний, он делает добро. Поэтому говорить за доброе будет помянуто имя твое. Да? Предполагая, что за злое, за, что есть что-то плохое в том, что делает Всевышний, да, мы не должны. Так, и третий архитект. можно вопрос? Тора. Смотри, но мне кажется, все-таки кошек как бы трудность, что ты как бы посыл и позыв не подходится логически к такому болезненному моменту, как воздаяние и наоборот наказание. Те примеры, что ты привел, это тоже как бы логика. То есть, ты говоришь, что, смотрите, мы просто как бы в зале сидим, а как бы на сцене или за кулисами происходит событие, ты заворачиваешь логику. Но мне кажется, что кошек как бы настоящая трудность заключается в том, что реально по жизни есть вещи, которые мы в принципе, и которые в принципе понять невозможно ни с какой логикой, ну как бы пши-то просто простейшие вещи, не дай бог человек идет накладывать филин или там барницу укотали и попадать в автомобиль на катастрофе. Понимаешь, что-то еще что-то. Ну то есть, реально просто понять невозможно. Ну, соответственно, в чем смысл, да, и в чем разница? Не знаю, разница в том, что как бы еврею говорят, послушай, есть проблемы, которые объяснить невозможно. Вера основывается на том, что ты веришь в вещи, которые доказать невозможно. Если их можно доказать, это не вера. Да, это не вера, это логика. Потому что иначе не нужна вера. Если ты к человеку говоришь, смотри, ты не знаешь всех родов режиссера, в конце концов все будет хорошо. Да, в принципе, так и есть. Да, согласен. Есть те, я прошу прощения, как бы партсу, да, есть те, которые как бы объясняют, в этом месте какая-то логика, ну скажем, объяснение, которое нам может приняться как бы лучше. Какое? Ну скажем, что на личном уровне человек может пострадать. И мы не можем видеть этой логики, понимаешь? Но на уровне интернациональном, да, Господь сохраняет, как бы выдерживает те благословления или те уверения, которые он дал. То есть, как народу, да, а как индивидууму, нет. Ну да, в общем-то это. Окей, то, слегка. Да. Ну что же, существенное дополнение. Я возражения, честно говоря, не заметил. Может быть, я что-то, мне не удалось выразить то, что я имел в виду, но именно вот такие были мои мысли, собственно. Да. Куда уж нам с нашим ограниченным разумом, а он ограничен хотя бы потому, что мы живем в материальном мире, именно терминами этого мира мы все и меряем. Вот. Тем не менее, сейчас одну секунду. Например, Мишлахат Малахим Роим. Нашествие ангелов-вредителей, ангелов-губителей. А кого они губили? Они губили египтян. То есть, как раз для евреев они были очень даже тувим. Но, тем не менее, посланы они были с какой целью? С целью нанесения вреда. Ну ладно, это тонкий момент. Ну хорошо. Во всяком случае, еще раз, объяснение, главное объяснение запретов этих слов опирается именно на то, что Всевышний делает всегда добро, но не всегда человек способен это оценить, это увидеть. Ну хорошо. Вот, близко, но немного о другом. Модим, почему запрещено сказать это два раза? Еще раз напомню вам, что речь идет о том, кто ведет молитву. И мы сейчас увидим это в начале следующей строки. Но если человек сам для себя молится и по какой-то причине вместо модим благодарим благодарим это начало этого благословения года А, в которое, по мнению раби и лейзеров, включается Авдала, как мы видели в прошлой мышне, да, если вместо слова модим, он говорит два раза модим, ну мало ли что, допустим, он заикается, да, если он это говорит в личной молитве, понятно, что никто не делает ему замечания, хотя бы потому, что личная молитва читается шепотом, так, чтобы не услышал даже сосед, чтобы не мешать ему. Слова должны быть произносимы, да, так, что сам человек слышал свой голос, но так, чтобы не мешать соседу, не про себя и не вслух, а как бы шепотом. Хорошо. Так вот, только ведущий молитву, Хазан, не говорит эти слова модим, модим, почему? Извините. Так. Благодарим, благодарим, заставляя замолчать его, потому что возникает впечатление, будто он признает и благодарит два божества. Ну, должен он сказать, что евреи столкнулись с зоорастризмом, в котором полагают наличие двух начал у мира, Бога добра и Бога зла, да, и от обоих зависит как бы существование человека, значит, если возникает опасение, что ведущий молитву имеет имеет какие-то мысли, не соответствующие еврейскому видению мира, его отстраняют от молитвы. В Иерусалимском Талмуде объясняется, что именно вот тот, кто ведет общественную молитву, а тот, кто молится сам, может это сделать, потому что можно это объяснить и так, что он благодарит, сильно благодарит, поэтому он повторяет это слово мудим дважды. Смотрим дальше. Так, еще вопросы нет? Сейчас я проверю чат. Да, 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 прелестно. Я хочу спросить, да, а если вот садан ошибся и подходит более грамотный рак и начинает как бы его оттеснять от демы и продолжает молитву, то это релевантно или нет? Ну, вообще такого быть не должно. Если посредине молитвы тот, кто... Мы сейчас будем подобные вопросы разбирать, но поскольку вы спрашиваете это Аллаха, то так. Если тот, кто ведет молитву, вдруг в какой-то момент оказывается неспособным, допустим, пропал голос посредине молитвы, то тогда его заменяют и мы сейчас разберем с вами каким образом. Но если, допустим, он читает слишком тихо или слишком медленно или слишком быстро или невнятно, то все-таки молитву дают ему закончить, да, лишь бы не было вот таких отступлений от текста. Если есть основания предположить, что, допустим, это еретик, да, и выяснилось это именно в ходе проведения молитвы, тогда его остраняют сразу. Надеюсь, что ответил, да? Давайте читать дальше. А, Овер, Лифней, а, слушайте, я же вам, я же вам приготовил словарь, конечно, сейчас, минуточку. вот так, вот так, давайте посмотрим вот здесь. Так, давайте посмотрим те слова, которые мы уже разбирали. Вот, это глава четвертая, вот это я вам рассказывал. вот глава пятая, третий параграф. Ну, вот слово can или can гнездо, да? Так, минуточку, сейчас я вот так сделаю, вот оно, да. Иштик, затыкают, заставляют замолчать. Ну, знаете, может быть, вы в идише слово штик или шток. Так, вот, фамилия Вайншток, да? Сдыхали такую фамилию? Мой сын однажды перевел, вино заткнись. На самом деле, это несколько противоречит мудрости Талмуда, хотя нет, как раз подтверждают. них нас яен йоця сод, человек выпьет и проболтается, то есть скажет то, что скрывает от других, да? Ну вот, выпил вино, молчи. Вайншток. Так, ага, вот, дальше мы вот здесь продолжим. Так, продолжаем разговор. Так, а овер лифней га-тей-ва ве-та-а я-вор ахер тах-тав а овер лифней га-тей-ва овер это буквально проходит, то есть тот, кто проходит, лифней перед, а словом тей-ва обозначается из два мнения, что это такое, что, кстати, говорит наш перевод, стал перед ковчегом. Что такое ковчег? Сейчас мы увидим. Ве-та-а и ошибся. Значит, вот это выражение обозначает тот, кто ведет общественную молитву. мы называем его словом хазан, что буквально означает помощник, или шалиях цибур, посланец общины, тот, кто от имени общины ведет молитву, то есть координирует чтение текста молящимися, так, или иногда его называют кантор и так далее, да, вот так называет мишна того, кто ведет молитву. Ве-та-а и ошибся. Я-авор ахер тахтав пройдет другой, то есть буквально встанет вместо него, да, овер я-авор это настоящее время, это будущее время, третье в лице единственного числа мужского рода, он сделает, он пройдет, пройдет, имеется в виду встанет вести молитву. Ахер это другой тахтав есть слово тахат, которое в Танахе обозначает под, но чаще означает вместо, тахтав вместо него. Так, нам осталось разобрать, а что же такое тейва? Это слово мы читали буквально недавно в главе Ноах. Как называется Ноах? Ноев ковчег? Теват Ноах, буквально тейва, это, это, минуточку, я каждый раз, угу, угу, тахат, под, за, взамен, так, вот слово тейва, ящик, большая коробка, Ноев ковчег, пупитр кантера, но это неправильный на самом деле перевод. То место, где стоит кантер, то есть подставка, на которой обычно находится сидур, перед которым он стоит, называется другим словом, называется словом амуд, буквально столб, столб, то есть то место, на котором он стоит. Так, ну, еще это слово, это означает именно слово, тейва, например, рашей, тевот, головы, главы слов, это аббревиатура, например, цагаль, первые буквы трех слов, цава, агана, лейсуэль, хорошо, так, вот, значит, дело в том, что вот этим словом, тейва, обозначаются две вещи, две вещи, одна из них это шкаф, где хранятся свитки Торы, то есть то, что мы называем аронкодыш, хотя на самом деле в Торе аронкодыш он другой, да, ну, то, что расположено у передней стены, как правило, называется восточной, то есть она обращена в сторону Иерушалайма, вот, значит, иногда на возвышении, иногда это просто шкаф, иногда это ниша в стене, вот, там хранятся свитки Торы, это одно из мнений, второе мнение, Тейва это место, где Тору читают, то есть то, что мы называем словом бима, и вот эти различия, да, проявляются в том, как устроена синагога, если ты входишь в синагогу и видишь, что около аронкодыш находится место для кантора, и кантор там стоит, и оттуда он ведет молитву, эта синагога почти стопроцентно ашкеназская, у ашкеназов слово Тейва понимается как аронкодыш, так, у Сефарадим, у восточных евреев, под этим словом Тейва понимается бима, то есть некое возвышение, некий стол или тумба в середине, как правило, в середине молитвенного зала, на котором располагается свиток Тора, когда его читают, и там, и там стоит тот, кто ведет молитву, так, а еще одно отличие, раз уж мы об этом заговорили, тот, кто бывал в разных синагогах, может быть, обратил внимание, что устройство самого свитка несколько отличается. У ашкеназов лента пергаментная, на которой написан текст Торы, наматывается на две отдельные вертикальные, скажем, палки, и сматывается с одной палки на другую, в свернутом виде два вот таких свиток, который разделен на две части, вот здесь одна, здесь другая, он соединяется поясом, сверху надевается обычный такой тканый из ткани чехол, который называется рубашка, или ме-иль, плащ буквально, и в таком виде свиток Торы хранится в ковчеге, в тева, ну, мы это называем еще аренкодыш, да, а как читают его, его кладут на то, что называется бима, поэтому бима, как правило, немножко наклонена вперед, да, у сэфарадим свиток Торы имеет вид как бы чемодана, но не квадратного, а цилиндрического, такой цилиндр, который раскрывается, вот так вот, вот так вот раскрывается, да, вот здесь находится один свиток, здесь другой свиток, точнее, вот так вот расположены палки внутри каждой половины, да, и сверху, значит, перекручивается этот текст с одного места на другое место, да, этот свиток устанавливают вертикально, вот так вот он стоит, поэтому поверхность стола абсолютно горизонтальна, она не наклонена, ну, можете считать меня расистом, мне привычнее молиться в Ашкенадской синагоге, поэтому, если есть выбор, я захожу в синагогу, сразу вижу, какая мне подходит больше, какая меньше, хотя сразу вам скажу, молитвы практически одинаковые, Тора единая для всего еврейского народа, да, но мелодия и, ну, немножечко текст могут отличаться, просто мне привычнее Ашкенадский вариант, потому что в городе Куйбышеве в 70-х, 80-х годах как-то марокканцев, марокканских евреев не наблюдалось. Так, значит, мы разобрали, что такое Тейва, то есть проходящий перед ковчегом, имеется в виду тот, кто ведет молитву. Итак, он ведет молитву ВТА и Ашитя. Мы увидим с вами, какая именно ошибка имеется в виду. Явор Ахер Тахтав Другой станет вести молитву вместо него. Проходящий перед ковчегом мудрецы постановили, после того, как молящиеся оканчивают молитву Шмана Аэсре шепотом, то есть каждый про себя, не про себя, а каждый за себя, ведущий повторяет ее вслух. Это касается службы Шахарит, Минха, но не Аравит. В будние дни из трех служб, в двух есть повторение. Почему его нет в вечерней службе? Одно из объяснений, потому что вечерняя служба не имеет соответствия с жертвоприношениями. Она установлена в то время, в тот промежуток времени, когда очищали жертвенник от пепла тех жертвенных туш, которые сгорали на жертвеннике в течение дня, то есть подготавливали его к работе на завтра. Так. По этой причине в вечерней службе нет повторения. Так. Почему установлено это повторение? Для тех, кто недостаточно знаком со словами молитвы и не в состоянии сам вслух ее произнести. Именно во время повторения молитвы, да, которая имеет место только в случае, если собрался миньян, молитвенный корм, 10 человек, если нет десяти, то нет и повторения. Во время повторения читают душа, во время повторения читают модим де раббанан, то есть есть один отрывок, который во время повторения читают, вместо него молящийся немного другой текст, в то время как кантор повторяет те же слова, что были и в тихой молитве. во время повторения молитвы коины благословляют народ, об этом у нас вскоре пойдет речь, и кто такие коины, и как, и когда они благословляют народ, ну, прежде всего это относится к земле Израиля, где каждый день в утренней молитве есть вот этот ритуал благословения коинами народа, а вне земли Израиля это относится только к мусафу больших праздников. И то симхат Тура исключается, если вы мне напомните, когда я буду вам рассказывать об этом, я вам объясню, почему не симхат Тру. И еще есть очень интересный момент, который я люблю рассказывать и объяснять. Он связан с тем, что в последнем благословении немного меняются слова в утренней молитве и в дневной и в вечерней. Ну, по некоторым вариантам. Так, ау верлиф не это ва, ве таа. Так вот, Талмуд приходит к выводу, что тот, кто может произнести молитву сам, но почему-то не хочет и полагается на того, на то, что молитву будут повторять слух, и он будет только отвечать «Амейн», если он так сделал, не выполняет обязанности молитвы подобающим образом. Но, тем не менее, тот, кто не в состоянии прочитать молитву сам, или он не знает слова, или он будет читать слишком долго, или он не знает, не понимает самого текста. Так, значит, он выполняет обязанность молиться тем, что слушает все, что произносит Хазан, и в должных местах отвечает «Амейн». Шульханарух приводит, что в наше время молитву повторяет, даже если все присутствующие люди грамотные и могут помолиться самостоятельно, чтобы исполнить постановление мудрецов. Мишнабрура объясняет, что мудрецы постановили так, чтобы не было необходимости выяснять, есть ли среди присутствующих люди, которые не могут помолиться самостоятельно. Люди, которые не умеют молиться по молитвеннику, может быть, человеку будет неудобно сказать об этом, он будет стесняться, чтобы не заставлять общину терять время на то, чтобы слушать это, ну, обязанность будет не выполнена, поэтому есть повторение, даже в том случае, если, скажем, 10 человек учили Талмуд в Ешиве, понятно, что они люди грамотные, и вот они решили помолиться, один из них встает, что называется, он координирует ведение молитвы, да, и повторение имеет место. Так, хорошо. Теперь, чтобы не возникло у вас ошибки, даже если нет свитка Торы в помещении, даже если нет ни шкафа, где эти свитки хранятся, ни возвышения, где эти, на котором читают Тору, даже если это помещение, в котором обычно не молятся, даже если это не помещение, да, тем не менее, ведущий общественную молитву должен повторить шмона эсре, амиду, это относится к шахарит и минхар. Что у нас еще есть? В Маариф, мы сказали, в вечерней службе, в ночной, точнее, в службе нет повторения, а в дополнительной молитве Мусаф есть. Ну и, естественно, та вот молитва Нейла, которая бывает один раз в году в Йом-Кипур, да, там тоже есть повторение. Так, вот такое любопытное замечание. В Геморе, то есть в Талмуде, трактат оброход говорится, пусть не молится человек, стоя на высоком месте, то есть на возвышении, пусть молится, стоя на низком месте, но это сказано именно к молитве по отношению а не к чтению Торы. Иногда вот Бима, кроме того, что это стол, он стоит на неком возвышении посередине синагоги, это разрешено, потому что сказано Тгелим из глубин воззову к тебе Господь. Что значит из глубин? Это можно понять буквально, что ведущий молитву должен спуститься вниз, а в переносном смысле он должен подойти к молитве с чувством смирения и скромности. И действительно, раньше было принято во многих местах, что тот, кто ведет молитву, он спускался на две-три ступеньки в некое специальное углубление для того, кто эту молитву ведет. Однажды, нет, не однажды, как-то был я в городе Балтимор, штат Мэриленд, и в тенагоге Агудат Исраэль я обратил внимание, что ведет молитву человек маленького роста. В следующий раз молитву вел явно другой, голос был другой, интонации другие, он тоже был маленький. И наконец я присмотрелся и я увидел, что он находится как бы в углублении, то есть посередине пола, есть некий такой спуск специально для того, кто ведет молитву. Раньше это было более принято, но как некий курьез в некоторых местах осталось. Так, хорошо, тот, кто вел молитву по какой-то причине ошибся, то должен его сменить другой. Ну, я так понимаю, что вот об этом и был мне задан вопрос. Тот, кто вел молитву и из-за смущения не может продолжать молитву, вот, вдруг он услышал, что не получается у него вести молитву красиво, так, или по техническим причинам пропал голос, так, но здесь речь идет вот о чем, таа, ошибся, пропустил благословение, какое благословение, мы с вами будем разбирать, что речь идет об особом благословении продоносчиков. Это благословение имеет более позднее происхождение. Добавил его Шмуэль Хакатан, Шмуэль малый, чтобы отличать его от пророка Шмуэля, называют его так не из-за того, что он был небольшого роста, а из-за того, что был он очень скромным человеком. И выделяло его всех именно крайнее смирение. Так вот, мудрецы специально попросили его сформулировать новое благословение, чтобы добавить его к девятнадцати имеющим, к восемнадцати имеющимся. Мы называем молитву Шмуэль 18 благословений, хотя мы говорили с вами о том, что на самом деле благословение 19, вот это оно и было добавлено, но оно было добавлено не в конце, оно не стоит последним. Это благословение направлено против доносчиков и внутренних врагов. Если человек, ведущий молитву, пропустил это благословение целиком, есть опасение, что он именно является таковым. Благословение это было добавлено в смутные времена, когда часть евреев увлеклась новым веянием, которое буквально через два-три поколения уже перестало быть еврейской сектой, даже еврейской ересью, а стало отдельной религией, которая известна сейчас как христианство. Первыми христианами были евреи. И в определенный момент их увлеченность вот этими идеями привела многих к тому, что они стали бороться с евреями традиционными, причем изнутри. И тогда мудрецы постановили ввести в текст молитвы такое изменение, которое делало бы невозможным для христиан молиться эту молитву вместе с евреями. То есть получается, что они проклинают самих себя. У доносчиков пусть не будет надежды. Вла мал шиним аль тьи тьи ква. Мал шин от слова лошон язык. Тот, кто доносит, тот, кто в современном языке, стучит стукач. У стукачей не будет надежды. Если, не дай бог, есть опасение, что доносчик сам из этой секты, потому что он пропустил это благословение, сейчас же его сменяют. Возникает подозрение, что сделал он это умышленно, специально. На этом мы сегодня заканчиваем занятие, уже время подошло. А в следующий раз немного об этом благословении, об этом изменении и о Аллахе я расскажу. Я вор Ахер Тахтав другой встает вместо него и расскажу вам, что это значит, как реально это происходит. В настоящее время среди евреев не попадаются такие, но тем не менее, если человек слишком много ошибок допускает или если он сам считает невозможным продолжать молитву, да, есть возможность его заменить на другого. Ну, дай бог, чтобы никто из нас не оказался в такой ситуации. Так, вопросы по пройденному материалу. Чат. На здоровье. так. Хорошо. Всего наилучшего. С божьей помощью я надеюсь через неделю, если не будет экстраординарных обстоятельств, мы с вами снова увидимся и продолжим разбирать эту мышну. Если есть у вас люди, которым было бы интересно наше занятие, приглашайте. Всем рад. Спасибо. Счастливо.